В Тамбове прошел фестиваль горнолыжных видов спорта. Многие горожане впервые получили возможность увидеть собственными глазами, что такое ски-кросс, борт-кросс и борт-фристайл. Продолжит Кирилл Чертыковцев. На горнолыжной трассе в районе Лосковского карьера не протолкнуться. Людей с досками и лыжами множество, но лишь единицы заявляются для участия в соревнованиях. Остальные – зрители. Но тоже не прочь попробовать пройти все виражи нелегкой трассы. В зачете соревнований на склон вышли 50 спортсменов. Причем наряду с тамбовчанами выступали горнолыжники из Липецка. Атмосфера очень хорошая. Я очень удивлен вашим оборудованием. То есть у вас хороший уже уровень у ребят. В общем, одни позитивные эмоции. Эти виды спорта пока не столь популярны на Тамбовщине. Но год от года все больше молодых людей приходит заниматься горными лыжами и сноубордом. Объяснение лежит на поверхности. Уже четвертый сезон в Тамбове есть оборудованный склон и специальный горнолыжный подъемник. А в снеге у нас недостатка, как правило, не бывает. Катались тут люди, энтузиасты, которые по 20 лет катались, они и катались. А вот сейчас начался развиваться тут вид спорта. Молодежь сама друг друга подтягивает. Первые соревнования по горнолыжному спорту родились не спонтанно. Представители Тамбовского отделения Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России давно вынашивали эту идею. И заручившись поддержкой городской администрации, воплотили ее в жизнь. Нужно почаще, во-первых, проводить такие соревнования. Потому что такие соревнования первые проходят, ну и достаточно хорошо получается. И организаторство на секторе удачно получилось. Такое же мнение сложилось и у участников. А значит, подобные фестивали будут проводиться и впредь. А ведь горящие глаза на лицах восторженных мальчишек, наблюдающих за скоростным спуском спортсменов, можно легко констатировать, в следующий раз участников будет значительно больше. Кирилл Чертыковцев, Виктор Марченко, Вести Тамбов.